Декабрь будет теплее, чем обычно. Среднемесячная температура ожидается выше на 1 градус. Так обещают синоптики. Какие еще новости принес этот день, расскажут корреспонденты телекомпании Оригус и я Лариса Иренцеева. Санбайна, здравствуйте. Это вечерние новости. Как всегда в начале об установках Восточного экспресса. Коротко. Байкальский эндемик исчезает. Как власти намерены спасать популяцию омуля? И Новый год с размахом. Сколько бюджетных денег потратят на украшение парков города? Ну а сейчас обо всем более подробно. И начнем с главного. Тема дня. Сегодня на Байкале запретят вылов омуля. Такое решение приняло Росрыболовство. Ведомство намерено ввести ограничения уже с января 2017. В течение трех лет добывать байкальский эндемик нельзя. О радикальной мере Янина Немаева. Запрет планируют ввести уже на будущий год. Продлится он до 2019. По мнению экспертов, это единственный шанс спасти байкальский эндемик. Его популяция за последние 10 лет уменьшилась вдвое. О радикальных мерах стало известно в Иркутске еще вчера. Их озвучил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам. Это очень такое важное, нольное решение, которое позволит защитить и исправить ситуацию. В этой программе предусмотрены меры не только по запрету, но и по усилению контроля за недопущением баконьерства. Значительное усиление работы заводов, которые занимаются искусственным выращиванием мальков. Запрет коснется всех видов квот, за исключением рыборазводных заводов и госрыбцентра. Наука и искусственное воспроизводство не в счет. Промышленный вылов малочисленной народа и население с побережья под полным запретом. Что будут производить первые и есть остальные пока под вопросом. О мерах их господдержки еще неизвестно. Срок 3 года или 5 лет, я думаю, все-таки в настоящее время, я честно говоря, даже не знаю решать, все равно будет рост рыболовства. Желательно ввести в идеале на один хотя бы жизненный цикл. То есть, чтобы этот цикл был выдержан от захода производителей, от вылупления личинки до вступления в половозрелость. А это далеко не 3 года. Байкальский эндемик от икринки до нерестового омоля проходит непростой путь. 6 месяцев до личинки, еще 2 до малька. 3 года до трелы особей. Половозрела она становится и того дольше через 5 лет. Этот цикл жизни только для севербайкальского омоля. Селингинскому уже требуется 7 лет, посольскому 9. Насколько точно ведут запрет на 3 года или дольше, станет известно уже в декабре. После утверждения проекта приказа Министерством сельского хозяйства. Янина Немаева, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус». Я напомню, официальный запрет на вылов омоли на Байкале уже в воде. Причем не на 3 года, а на 7 лет. И это было эффективно. В 1969 году численность половозрелой особи упала до 2,5 миллионов. А уже к 1975 году популяция выросла в 2 раза. Сегодня численность байкальского эндемика достигла исторического минимума. Первые признаки проблемы проявились 15 лет назад. Резко снижаться биомасса омоли начала в 2008 году и впервые опустилась ниже 20 тысяч тонн. И на сегодня уменьшилась уже в 2 раза. Как следствие, на Байкале снижается и улов в 2 раза за 3 года. При том, что сегодня пока еще разрешено вылавливать более 1 тонны в год. Тенденция очевидна. Меры принимать надо. Но поможет ли только запрет? Далее мнение экспертов. Просто один запрет будет неэффективен. Необходим комплекс мер. Вот по увеличению естественного воспроизводства, по увеличению искусственного воспроизводства, но и прежде всего по усилению охранных мероприятий на озере Байкала. Помимо браконьерского фактора, с которым мы в этом году очень активно боремся, также имеется фактор маловодия. Сейчас происходит определенный природный цикл, в связи с чем уровень Байкала уменьшается. Да уже ЦКК всякие эти, химия, всю-всю испортили рыбу-то. Электричество ставят и бьет током. Что ж, какой нумуль будет? Вот сколько лет это-то уничтожали, уничтожали, рыбоохрана работала. Моторы гудят всю ночь, например, чьи моторы, какие моторы. Ну, фарами светят. Понятно, что они местные жители. Я считаю, да, нужно пойти на крайние меры, ввести полный запрет в уловую омлю. Запрет рассматривается от 5 до 8 лет, так как только через 5 лет придет повторный нанерист. Запрет, есть запрет, если кто будет его нарушать, значит, они будут отвечать в полной мере административной уголовной ответственности. Мы живем с этой рыбой, рыбаки с этой рыбой живут, у них тоже семьи, дети, тоже их можно понять. А где они должны еще работать, они всю жизнь на берегу живут. Депутаты сами приходят, рыбу просят, и покупают, и у этого дома или хариусе спрашивают, и берут, и сик. Ну, как можно запретить, вот объясните мне, пожалуйста. Другим темам в Алан-Удэ растут масштабы коммунальных аварий. Рекорд отопительного сезона. Без тепла оставались уже более 300 объектов. Больше половины – жилые дома, а также 4 детских сада и 7 школ. ЧП произошло днем 23 ноября в Октябрьском районе. На ремонт теплотрассы потратили полтора часа. В половине седьмого вечером 23 ноября на Шишковке встала трамвайная линия. Оборвался несущий трос на опоре между остановками на улице Юных коммунаров и Синчихина. Движение восстановилось только через час. В половине девятого остался без электричества Бурвод. На ведомственной подстанции КамАЗ-центр произошло аварийное отключение. В темноту погрузили с улицы Кабанская, автотранспортная Мерецкова и Гурульбинская. Потребители подключали поэтапно до 11 ночи. Четыре жилых дома на улице Ключевская экстренно отключили от электричества из-за пожара. В одном из домов загорелся подвал, из строя вышли две кабельных линии. В три многоэтажки свет вернулся в два ночи. По одному из домов ремонтные работы планируют закончить сегодня. Шины сюрпризом. Прокуратура нашла нарушения в деятельности управления по муниципальным закупкам. Они связаны с приобретением зимней резины для муниципального горсвета. Подробности этой и других закупок, как всегда, узнаем от Евгения Герания. Женя, что все-таки не так с этими шинами? Все начиналось довольно банально. Горсвет закупал зимнюю резину для своих авто. После подведения итогов, один из участников торгов обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснились забавные в кавычках вещи. В ходе проверки установлено, что признанная в качестве победителя ООО сервис Автоплюс представила заявку, содержащую недостоверные сведения. Так, вместо требуемой зимней шины, в данной заявке указывалась шина летняя, не предназначенная для эксплуатации в зимний период. И чем закончилась эта история? Начальника управления по закупкам и директора Горсвета оштрафовали на 5000 рублей каждого. Договор расторгли. Как говорится, спасибо за бдительность. Есть у нас еще одна скандальная и аннулированная закупка, но сначала коротко о некоторых других. На площади революции появится торшерное освещение. Новые фонари должны смонтировать до 23 декабря. Стоимость закупки – полтора миллиона рублей. Мэрия ищет проектировщика для ремонта ливневки на боевой в плане правая сторона по направлению с центра города. За проект готов отдать почти полмиллиона рублей. Он должен быть готов к 10 декабря. Город снова берет взаймы у банков. Для погашения муниципального долга нужны два кредита общей суммой 500 миллионов рублей. Процентами отдадут еще 115 миллионов. Ну а теперь к другому скандалу. Уфа саннулировала закупку елок на 2,5 миллиона рублей. Их закупала дирекция парков. Два новогодних дерева должны были появиться в Орешково и Юбилейном, но после подведения итогов у ФАС поступила жалоба. Дирекция парков сократила сроки подачи заявок настолько, что одна из компаний не успела внести залог и участвовать в торгах. Жалобу признали обоснованной, закупку аннулировали. А что с елками? Их все-таки купили, но уже не за 2,5 миллиона, а за полтора. Все-таки сэкономили миллион. И это большой плюс. Да, но это еще не все траты. На новогоднее оформление парков потратят 26 миллионов рублей. Например, 7 миллионов на звуковое и световое оборудование, 5 миллионов на катушки и новогодние городки, ну и так далее. Женя, ну это какие-то нереальные суммы. Городок на площади Советов стоит 5 миллионов. Этот же вопрос мы задали дирекции парков. Там отвечали деньги целевые. Их выделили из тех средств, которые Москва отправила на юбилей в Лануде. Там было 300 миллионов. Просили 85, получили 26. Предлагаю посмотреть. Территория парка очень большая. Это порядка 25 гектаров земли. Парк Орешков, парк юбилейный. Мы, кстати, сделали эскизы, сделали разработки проекта по иллюминации красивой новогодней. То есть это будет закупка оборудования светового, звукового. У нас будет вещание на парках происходить. Будут построены каткурские ледовые городки. Будут большие проходить культурно-массовые мероприятия. Кроме тех ледяных фигур, которые расставят, основное у нас имущество останется и будет долгие годы приносить пользу людям. Ну что ж, в парке пообещали нам буквально новогоднюю сказку и прекрасную программу. И уже середина декабря. Предлагаю горожанам проверить и после этого уже делать выводы с пользой или нет потраченные 26 бюджетных миллионов. Что ж, спасибо Жене. Ну а мы решили узнать, какие суммы улануденцы готовы потратить на празднование Нового года и на что именно. Мы спросили об этом горожан. До 5000 будет нормально, я думаю, там и подарки включаю. И для себя тоже мандарины и прочие фрукты у нас как бы тоже не дешевые. Сумму мне, наверное, сложно будет сказать, но точно буду тратить на подарки своей семье, близким, друзьям. Новогодний стол, да, конечно же, тоже. На подарки, наверное, тысяч 10. На новогодний стол 5 тысяч. Ну да, в пределах 10 тысяч на подарки и на стол. На подарки. На подарки обычно. Стол нам накрывают родители. Помогаем просто. А вот на подарки какую сумму? На тысячу. На полторы тысячи. Ну да. Восточный экспресс только набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Общественников на борьбу с домушниками. На профилактическом рейде побывал и Сергей Соголов. Масса диагнозов и никакой помощи. История одного больного раком у дежурного по городу. Как с Дедом Морозом, не облачаясь в новогодний костюм. Об удовлетворительной акции расскажет Ваер Мороднаева. Домушники активизировались. В Алан-Удэ резко увеличилось число краш из частных домов. Сотрудникам полиции даже пришлось привлечь общественников и дружинников. Правда, не для поимки преступников, а для профилактики. Наш корреспондент о том, как сохранить свое имущество. Вскрыть окно для криминальных спецов не проблема. В Алан-Удэ за последние два месяца резко увеличилось число краш из частных домов. Из 30 преступлений пока удалось раскрыть меньше половины. Как защититься от возможного неприятного визита? Полицейские расписали в памятке. Профилактический десант высадился в потенциально опасных местах города. Около сотни активистов рассказали жителям о росте краш. Вот у меня у друга дома обокрали, получается, на левом берегу. Украли телевизор. Ну и так еще там по мелочи. Пока был на работе, на службе то есть. Между тем, почерк преступлений зависит, так сказать, от квалификации грабителей. Расхитители дач уносят все вплоть до ложек. Домушники избирательны. Забирают только ценные, чаще всего негабаритные вещи. На борьбу с ними выходит не только полиция. Для дружинников это тоже ежедневный труд. Олеся Александрова год назад стала добровольным помощником стражей порядка. Помощь нашей полиции создана была дружина. Мы стараемся всячески работать с нашей полицией. С участковыми, с ПДН, с ГАИ. Куда родина пошлет. Излюбленное время краш днем и вечером, когда хозяев нет дома. Под прицелом прежде всего жилище без решеток. Собака уже давно не гарантия безопасности. Злоумышленников больше отпугивают технические средства. На окна полицейские советуют поставить противовзломную фурнитуру. Попросить соседей приглядывать за домом и по вечерам не выключать свет. Если по карману двор снабдить охранными комплексами, через СМС они оповестят о проникновении через окно или дверь. Есть шумовые сигнализации, которые привлекут внимание в случае проникновения ваше жилище. Самая эффективная мера по борьбе с кражами – это установка видеонаблюдения. Это поможет спрофилактировать, либо в дальнейшем раскрыть данного вида преступления. Конечно, полезная информация. Мы заботимся о нашем имуществе, как иначе-то. Будем предпринимать меры, пользоваться вашими советами. Безопасность в том числе и в руках самих жителей. С 1 октября только по Улан-Удэ совершено 104 кражи. Большинство из них в частном секторе. Сергей Соголов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Продолжаем. Наедине со страшным диагнозом житель Улан-Удэ фактически оказался без помощи врачей. Историю одного больного выслушал дежурный по городу. Сегодня мы приехали к больному ракам. Больше месяца назад мужчина узнал о своем страшном диагнозе и, как утверждает, до сих пор не получил должной медицинской помощи. Роману 20 лет. В октябре с повышенной температурой его привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Но буквально на глазах у врачей молодой человек пожелтел. Говорили, что у меня заболевание, рака. Ну вот, надо вылечиться. Ну, говорили, что это... В Иркутск отправили, ну там операции, вот, у меня делали. И все. Роману удалили лимфоузлы, но диагноз остался неизменным. Лимфогранулематоз 3-4 степени. Молодого человека отправили домой. Здесь за ним ухаживает сестра. Она же пытается устроить его в больницу. Но врач из онкологического отделения ничего не обещает. Он мне сказал, что мы ничем не можем помочь, нету мест, звоните, узнавайте. Завтра мы придем к вам домой, посмотрим его, если, ну, что-то там скажем, выпишем. А вы там уже потом вызывайте терапевта домой. Врачи пришли, прописали лекарства и капельницы. Родственники их ставить не умеют, а медсестры бесплатно по домам не ходят. Романа оставили наедине с болезнью. Даже не знаю, что и сказать. Но пока мы находились здесь, редакция телекомпании «Арибус» подготовила запрос в Министерство здравоохранения с исхода с там о госпитализации Романа. Каков будет ответ, мы узнаем только в пятницу. А если у вас есть проблемы, с которыми вы не можете справиться самостоятельно, смело обращайтесь в рубрику «Дежурные по городу» по номеру телефона 223-7. Мы попробуем найти решение. Артемий Шакул, Батрахалматов, телекомпания «Арибус». Помощь требуется и двухлетнему малышу. Он хочет просто научиться ходить. У мальчика врожденное заболевание ноги. Минздрав предоставил квоту, и ребенку уже сделали операцию в Санкт-Петербурге. Но возникла трудность. В чужом городе ребенку необходимо провести несколько месяцев за свой счет. Денег на проживание в северной столице у семьи нет. Но мы знаем, беда чужой не бывает. И верим, что вы откликнетесь на призыв о помощи. Ему бы бегать и прыгать, но нужно просто лежать. Тем более, что встать на ножки Тамир теперь не может чисто физически. После операции малыш словно в коконе. Крепкий гипс прочно сковал движение. В постельном режиме после операции у нас получается который день? Пятый день, шестой день. И мы вот так лежим. Либо на спине, либо на живот переворачиваемся. В Улан-Удэ за 6000 километров не находит себе места мама Тамира. Несколько месяцев назад родители заметили. Ребенок стал прихрамывать. Врачи успокоили дело в мышцах и прописали массаж. Но результата он не дал. Повторное обследование и диагноз. Врожденный вывих бедра. Левая нога у ребенка на 2 сантиметра короче. Сказали выезжать в Санкт-Петербург клинику имени Турнера. В общем-то ребенок сейчас, бабушка находится там. Сделали операцию 14 ноября. Сейчас будем снимать квартиру. Мы должны находиться постоянно под наблюдением врачей. Не дай бог, что не так. Ржена сегодня выехала поездом в Санкт-Петербург. Решено снять рядом с больницы однокомнатную квартиру. Но самое дешевое за месяц примерно 25 тысяч рублей. В северной столице необходимо провести около полугода. Такие расходы семье, где работает только отец, сейчас не по силам. При этом деньги нужны срочно. Уже в понедельник Тамира планируют выписать из больницы. Куда идти в чужом городе с ребенком на руках пока непонятно. Но семья верит в поддержку земляков. В то, что вместе они помогут Тамиру стать на ноги. Мария Красикова, Александр Набжилон, телекомпания «Оригус». Сегодня праздник у сельчан. В России отмечают День работника сельского хозяйства. Как дела в этой отрасли и в Бурятии? Итак, в 2016-м из-за засухи она случилась в 14 районах республики и пострадало 70 тысяч гектаров посевов. Но даже несмотря на режим ЧАЭС удалось собрать 100 тонн зерна с гектара. В следующем году решено добраться до цифры в 200 тонн. Мы вернем былые позиции по зерну. То, что по мясу, по молоку, по яйцам, по основным продуктам питания, по овощам особенно, применяя капельное нарушение, дождевальные установки, то есть растительная система, мы произошли в предыдущие годы и поняли, что в наших засушенных условиях действительно необходимо идти по пути искусственного нарушения. На будущий год в целом на сельское хозяйство в бюджете Бурятии заложено около 700 миллионов рублей. Эти средства пойдут на поддержание доходности сельхозтоваропроизводителей. Часть направят на развитие рыбной отрасли, сельских территорий и мелиорации. Подарим детям праздник. Около 500 мальчиков и девочек в этом году могут остаться без сюрпризов под елкой. Эту ситуацию можете исправить вы, наши телезрители. Традиционная акция помощи сиротам вновь стартовала в Улан-Удэ. Сейчас расскажем, как стать Дедом Морозом, ну или Снегурочкой. Любит 9 лет и последние 3 из них она воспитывается в детском доме. Рисует, танцует, хорошо учится в школе. А больше всего любит петь. Она мечтает стать известной певицей и выступать на большой сцене. А пока изредка участвует в детских концертах. А в перерывах между репетициями коллекционирует медведей. Не игрушки или фигурки, а бумажные картинки. А почему мишка? Ну не знаю. Я коллекцию собираю мишки. Мне мишки нравятся. А в четверти там вырезаем мишков, там клей их. Одна четвертка уже наклеена, вторую только собираю. Они хорошие, мягкие. На них можно спать, наверное, да? Да. В детдоме мишек много, но они общие, а личного у Любы нет. Потому главное пожелание на Новый год для девочки – плюшевой косолапой. Персональным Дедом Морозом для Любы стал новоспеченный политик. Люба, не переживай. Этот мишк уже твой. Я очень надеюсь, что Любе понравится подарок. А самое главное, вместе с этим подарком она поймет, что мир не без добрых людей. Что нужно и доверять, и что нужно верить в доброе. Веру детей в доброе взрослым нужно подкреплять делом. Это может сделать каждый посетитель торгового дома «Рич Фэмили». Выбрать нужную открытку и оставить подарок в корзине. Призываю всех жителей Республики Бурятии принять активное участие. Подарить каждому ребенку новогодний подарок. Акция с Дедом Морозом продлится до 25 декабря. В подарках от неравнодушных нуждаются около 500 детей-сирот и инвалидов. Мэр Мараднаева, Батархалматов, телекомпания «Ригус». И новый продукт бурятского кинематографа. В Улан-Удэ стартовал показ спортивной драмы «Эластика». На съемки картины ушло меньше года и около 30 миллионов рублей. Фильм вышел при поддержке Фонда российского кино. А это значит, творение наших режиссеров увидят во всей стране. Первыми фильм, конечно, увидели улан-уденцы. Какое впечатление он произвел на зрителя, узнала наша съемочная группа. Немного театрально актер демонстрирует суть эластика. В футболе это прием изящного обмана. Использовали его в новом фильме и три бурятских сценариста. Исполнил выпускник школы-студии МХАТ и экранизировал московский режиссер. В кино есть такое выражение «Бог помогает». У вас в регионе можно говорить вообще про многие вещи. Но действительно, происходили очень много чудес. То есть, ну, вот тогда же погода очень резко испортилась. Стало холодильным именно нужно для трагизма кадра. А этого в картине хватает. Серый план ПВЗ, старые хрущевки и полное безденежье. Современно улан-уде трудно узнать. Это образ множества российских провинциальных городков. Глубинка, где появилась одежда. Матвей – талантливый футболист и парень с района. Отсюда же его девушка и друзья. И он в своей тарелке, хотя чувствует, способен на большее. Его потенциал замечает не только тренер. Нормальный парень, спортом занимается. Бегает, не догнать, не убежать. Так что, мне кажется, это стопудовый вариант. Какой выбор сделает Матвей, увидите сами. Прокат фильма в Улан-Удэ стартует сегодня и продлится до Нового года. Мы все выросли по дворам, все выросли до коробки. Когда играли, когда занимались какими-то странными вещами, которые, конечно, ты становишься, и ты этим не занимаешься. Есть самое главное не просто этот фильм, а в философии. Добивайтесь мечты, идите вперед. На самом деле, где-то девушкам это понравится. Молодым людям надо, наверное, смотреть, учиться чему-то. Трепетом смотрела, потому что, ну, все-таки патриотично. Это наш город, смотреть наши улочки, узнавать. Даже в некоторых моментах я, как бы, не всегда плачу на фильмах, но тут даже у меня слезинка прослезилась. Супер. Картине уже пророчат признание зрителя и большие просмотры. «Эластика» стал единственным региональным фильмом, получившим государственную поддержку фонда кино. И на этом у меня все. Служба информации телекомпания «Орегус» благодарит вас за внимание и уже работает над следующим выпуском новостей. Впереди рубрика «Сфера интересов». Не переключайтесь, я передаю слово Екатерине Шумал и прощаюсь. Всего доброго. БРТ.